Всем привет! Как вы поняли, по обстановке уже середина декабря, Краков завалилась снегом, поэтому пришла пора поговорить про Новый год, Рождество и тому подобные праздники. Я хотела бы именно обсудить, как они у нас отличаются в Польше и России, и что есть схожего в проведении этих праздников. Это очень важная для меня тема, потому что Новый год для меня самый важный праздник в году. Еще очень важно, чтобы досмотрели до конца, потому что у меня есть два классных объявления. Пока я буду наряжать елку, которую вы купили за 30 злотых настоящую в горшочке, я хотела бы с вами поговорить вот о каких вещах. Первое. Почему я так люблю Новый год, а не Рождество? Это для меня самый важный праздник. Второе. Что меня удивляет в проведении Рождества и этих праздников в Польше, и что оно отличается от того, как это происходит в России. И третье. Как история влияет на самом деле на то, как мы с вами проводим праздники и проводим важные дни для нас. В общем, я не знаю. Скорее всего, вы знаете это, а может быть и нет. Но в России, и что для меня казалось обыденностью, когда я переехала в Польшу, в Европу, я поняла, что это абсолютно не обыденность. В России мы не празднуем Рождество. Вернее, мы его празднуем 7-го, по-моему, или 6-го января. В декабре у нас единственный праздник, это 31-е число, которое переходит в 1-е января, это Новый год. Поэтому весь декабрь мы суетливо заканчиваем все дела, там все отчеты или детские праздники в детском саду, и готовимся к важному празднику 31-го декабря, чтобы вечером всем собраться, поесть, мандарины, открыть шампанское и встретить Новый год. И до того, как я переехала в Польшу, я как бы сказала, что так и должно быть. Ну, вернее, как? Я просто не задумывалась. Я видела в других фильмах, что все празднуют именно Рождество, и в Европе тоже. Ну, я просто думала, что это по-другому, но не задумывалась, почему. И почему у нас его в декабре нет? Когда пришли большевики к власти, они запретили Рождество и вообще Новый год, и все подобные праздники с елкой, как проявление буржуазности. И какое-то время у детей вообще не было этого праздника, в принципе. Потому что сейчас Новый год, и отпраздновать переход как бы от одного года к другому, это как бы часть своей идентичности. Мне кажется, как это можно не сделать? Так как во всем мире существуют эти праздники, через какое-то время Советы поняли, что без этого тоже нельзя. Поэтому они решили вернуть елку. Они вернули конкретно Новый год, потому что религия была запрещена, и поэтому не было Рождества. Поэтому они взяли все атрибуты, которые есть на рождественских праздниках, и отдали это празднику Новый год. Вот. Но когда ты ребенок, как я, ты об этом вообще не задумываешься. Тебе важно что? Что вечером тебя родители не укладывают рано спать, ты сидишь со всеми все веселятся кругом, а утром ты перебежишь, и под елкой будет обязательно подарок. Ну, а еще до этого обязательно в детском саду или школе вы тоже заранее отпразднуйте, и там вам дадут большой пакет с конфетами. А еще на этот Новый год ты придешь обязательно в каком-то костюме. Ты можешь быть кем угодно, инопланетянином, снежинкой и так далее. Кстати, интересно, было ли у вас или есть у вас такое, что у вас празднуется в школе или в детском саду праздник, на который дети Новый год или Рождество, я не знаю, там приходит мороз, на который дети наряжаются. Есть это у вас или нет? Так вот, что же меня удивляет здесь, пока я живу в Европе, в Польше? Во-первых, мне всегда хотелось, как я видела в фильмах и на картинках, посмотреть на рождественские ярмарки. У нас их не проводятся. Вот эти, когда на главной площади выставляется куча киосков, как это назвать, и они все красиво украшены, есть там карусели, разные товары. Но я хотела именно увидеть, именно такие рождественские ярмарки, именно в таком европейском стиле. И, к сожалению, мы переезжали в период ковида, поэтому толком сильных ярмарок мы не увидели. Только в этом году в Кракове мы прошлись, и она оказалась больше, чем раньше. Для вас, наверное, это обыденность, а для меня это что-то такое, что я когда-то видела на картинках. И сейчас просто очень здорово ходить, там, смотреть, покупать товары. Но у нас тоже подобное есть, я раньше об этом не задумывалась. Оно просто выглядит совсем по-другому. У нас есть главная елка на площади, это не ярмарка. И там всегда будет, ну, по крайней мере, в Новосибирске залит каток. Будут ледяные горки, будут соревнования по ледяным фигурам, кто какие лучше построит. Это достаточно тоже интересно, это совсем в другом стиле. Но это к тому, что суть-то получается всегда одна. Должен быть какой-то праздник, который объединит вокруг себя людей, и объединит людей вокруг главной площади города, и предоставит ей какие-то разные активности, чтобы люди наконец смогли к концу года расслабиться и почувствовать какое-то, не знаю, ощущение чуда. И это, кстати, то, что я хотела бы с вами обсудить. Потому что мы на этом канале часто снимаем разные польские деревни, и не только. И вы в комментариях писали, что вам будет интересно посмотреть на русские деревни, на то, в которых мы выросли. Я хотела бы показать вам, я хотела бы сделать, чтобы это было два таких ролика. Саша сделает ролик про свою деревню на польском, я про свою деревню. Мы хотели бы их показать, чтобы вы поняли, почему мы так удивляемся того, что видим здесь, в Польше. Я хочу показать, чтобы мы поняли, как мы отличаемся. Потому что то, где мы выросли, то, что нас окружает, оно нас формирует. Поэтому, если вам интересна такая идея, пожалуйста, напишите ее в комментарии. И не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропустить эти ролики. Так вот, по поводу праздника. Я очень люблю Новый год за то, что можно почувствовать, что то, что тебя напрягало весь этот год, отпустить и как будто бы начать с нуля. Сделать планы, подвести итоги этого года, сделать план на следующий год. И это такая терапевтическая вещь, и я думаю, она многим нужна людям, поэтому этот праздник и существует. Но при этом меня очень привлекают какие-то традиции Рождества. Особенно меня интересует, что здесь, в Польше, есть такие вещи, о которых я первый раз слышала. Например, что есть традиция оставлять пустой стул за стол на Рождество, чтобы вдруг, если какой-то путник, гость пришел случайно, ему всегда было место за столом, чтобы он мог там поесть. Что у вас есть традиция иметь определенное количество блюд, определенных на столу к этому празднику. В общем, такие традиции, на самом деле, они очень важны, потому что они объединяют людей между собой, потому что они делают этот праздник семейным, дружественным, когда ты можешь к концу года сбросить все лишнее, передохнуть и провести хорошо время с семьей. Вы замечали, что на самом деле эти праздники, каждая семья немножко, но по-разному отмечает, что у каждой семьи есть собственные традиции. Вот, например, кто-то всегда на Новый год или там Рождество дарит подарки вечером, а кто-то находит их утром под елку. Например, у нас была традиция, когда я жила в Новосибирске, мы с друзьями всегда собирались у нас на квартире, огромная компания, и мы, как в детстве, также одевались под какую-то тематику в разные костюмы. Поэтому, когда ты переезжаешь, я думаю, многие мигранты нас смотрят, очень важно тоже найти какую-то возможность отпраздновать этот очень важный праздник, сохранив какую-то часть традиции с детства или попробовать формировать новые традиции на новом месте, чтобы как-то легче приживаться. Вот для меня каждый год важно, чтобы была настоящая елка, потому что так было в детстве. И многие годы этого не получал сделать, и, наконец-то, в этом году я так счастливо наряжать елку. Для меня, например, важно на Новый год, когда вот как бы 31 декабря становится первым, вот в этот 12 часов, пока бьют часы, написать на бумажке желание, вжечь его и выпьешь шампанское. Очень странная традиция, я знаю, и как бы не суеверный человек, но как бы этот мы делали так годами, и поэтому важно соблюсти этот ритуал. В общем, ритуалы не позволяют как-то сохранить свое спокойствие в это сумасшедшее время, особенно, особенно каким тяжелым был этот год. Не знаю, в этом году, мне кажется, очень важно отпраздновать эти праздники по возможности с близкими, с любимыми, чтобы почувствовать, что, несмотря на то, каким был этот год, тяжелым, что все равно в мире есть место какому-то празднику, какой-то любви между людьми, единению. Может быть, хотя когда мы становимся взрослее, мы меньше это верим, может быть, что есть место для чуда какого-то. Поэтому это очень важный праздник. Поэтому, мне кажется, он есть, наверное, почти у всех культур. Поэтому он, может быть, всегда обозначается разными именами, и у всех он имеет разные поводы, но суть у него, мне кажется, всегда одна. И на самом деле в этой теме Нового года есть очень много чего можно обсудить, то, насколько отличается у нас празднование этих праздников. Потому что, вот, например, ходите ли вы после 12 часов на Новый год смотреть на фейерверк? Лепите ли вы в течение декабря, января, ходите с детьми, лепите ли вы снеговики? Как вы празднуете 1 января? Мне кажется, все забывают, что 1 января это на самом деле сам по себе. Потому что на самом деле кажется, что 1 января заслуживает отдельного, так сказать, отдельного названия. Потому что 1 января это вообще определенный ритуал, который люди создали все себе сами. 1 января это день лени. Все же лежат, смотрят телек, смотрят рождественские фильмы и доедают салаты, из которых остались 31 числа, и всю остальную еду. И когда любой город, в котором бы ты ни был, он замирает, он тихий, спокойный день, когда все отдыхают. Поэтому, если у вас так тоже, напишите в комментариях. Я думаю, что на самом деле нас, людей, несмотря на то, откуда мы, а у нас, конечно, отличаются детали в праздновании каких-то вещей. Но объединяет нас больше, чем мы думаем. Объединяет нас желание собраться все вместе, забыть все прошлые заботы. Объединяет нас желание подарить любимому человеку что-то очень ценное, чтобы увидеть улыбку на его лице после прошедшего года. Объединяет нас желание поверить немного в чудо. Хотя мы уже взрослые. Объединяет нас желание посмотреть на то, как сменится год, и как будто бы за ним придет что-то новое. Как будто ты построишь новые планы, и они пойдут по-другому. И так из года в год. Поэтому это для меня такой важный праздник. И я хотела с вами кое-чем поделиться. Это, кстати, будет второе объявление. Первое было про ролики. Я в течение месяца рисовала рисунки. На каждый месяц определенный кофейный рисунок, который отражал бы суть этого месяца. Вот я нарисовала вот такой вот календарь, который, кстати, можно вот так подвесить за любое место в доме. За какой-то крючочек. Подвесной календарь. Чтобы у каждого в доме, и у меня, и у вас, если вы захотите его купить, была какая-то частичка чего-то красивого, уютного. Как бы с планом что-то сделать по-другому в следующем году. С какими-то, не знаю, надеждами на следующий год. Я вкладывала все свои надежды на следующий год. И весь свой труд в этот календарь. Поэтому, если он вам понравился, вы можете его заказать. Ссылка будет в описании. Он вам придет вот в таком конвертике. Подписанный. Такой красивенький. Кстати, спасибо большое тем, кто уже заказал. Я очень была рада. Так как печатать дорого, я делаю небольшую партию. Поэтому успевайте заказать, так сказать. Буду очень вам за это благодарна. Еще вот там будет, на сайте по ссылке в описании, две открытки новогодние. Тоже, если вам понравится, можете их заказать. В общем, так как сейчас еще только середина декабря, я думаю, мы с вами можем еще обсуждать тему Нового года Рождества. Пишите в комментариях. Мне очень интересно разобраться, как вы празднуете этот день. Что это значит для вас. Обязательно не забудьте, пожалуйста, подписаться на этот канал. Поставить лайк этому видео. И берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok